Могли растерзать голодные псы. При странных обстоятельствах в Перми исчезла пенсионерка. Тело ее не нашли, но неподалеку от ее дома обнаружили руку. Местные жители подозревают, что на пожилую женщину могли напасть бездомные собаки. Возможно, свет на эту историю прольет судебно-медицинская экспертиза. Жуткие события случились еще в начале октября. Пенсионерка регулярно гуляла с своей собакой в районе цирка. Местные жители рассказали, что питомец женщины недавно умер. Она похоронила его неподалеку. Там-то, возможно, на нее и напали безнадзорные псы. Вот что сообщает источник комсомольской правды. Когда она была в районе улицы Фрезеровщиков, недалеко от элитного жилого комплекса, на нее кинулась стая собак. По нашей версии, они схватили женщину зубами за одежду и просто утащили в лог, где разорвали на части. В администрации Перми попросили до появления официальной информации не тиражировать неподтвержденные слухи. Кроме того, на ситуацию власти отреагировали следующим образом. Администрация Перми оказывает необходимое содействие следственным мероприятиям. Городскому контрольно-аналитическому департаменту поручено провести проверку организации отлова собак на данной территории. В соцсетях пользователи припомнили недавний случай в Верхникамье. В Березняках в одном из общежитий обнаружили тело мужчины. Соседи стучали в дверь, но никто не открывал. Затем выяснилось, что человек умер у себя дома, а его тело начал терзать голодный кот. Неладное заподозрили местные жители, они и вызвали полицию. Столько раз вызывали милицию, она никак не выезжает. Вызывали, вызывали, уже вонь пошла оттуда. Тараканы полетели. Сказали, что якобы это не их работа. Сказали, что позвонили участковому, приехал участковый. Сказали, что это тоже не их работа. Будем проводить следствие. Сказали, вызвали там какую-то опер-группу. Там труп лежит и... А кому звонили, куда обращались? Обращался, обращался в пожарную, обращался в милицию, в скорую даже обращался. Если участковый, так пускай он бы пришел в двери, помог взломать. Этой березняковской историей занялась полиция, а все материалы по Пермскому случаю находятся в Следственном комитете. Олег Романов, Денис Хашик, Телевизионная служба новостей.